Есть очень большое количество способов того, как изменять шаг градиентного спуска с течением обучения, и я призываю вас просто зайти в документацию, посмотреть, какие варианты реализованы уже в PyTorch, возможно, у вас будет некоторая интуиция, почему стоит использовать одни или другие. И теперь, когда у нас есть все необходимые нам инструменты, у нас есть и модель, и лосс-функции, оптимизатор, и планировщик, мы можем запустить некоторую функцию trainModel, которую я сейчас расскажу, которая будет на вход получать все вот эти аргументы и еще будет получать количество эпох, сколько мы хотим обучать нашу модель. Функция trainModel, она делает очень простую вещь. Каждую эпоху она проходит по бачам, если это фаза обучения, то она делает степы, то есть она считает бэкварды, и у оптимайзера делают шаги градиентного спуска. Если у нас фаза валидации, то мы просто считаем качество на валидации, чтобы наблюдать, а не начали мы переобучаться, и вообще, какие результаты мы получаем на тех данных, которые нейросеть не видела. Итак, мы берем, делаем итератор по эпохам, то есть у нас 10 эпох, допустим, значит мы каждую эпоху будем делать следующее. Сперва мы попадаем в фазу train, и тогда нам нужен trainDataLoader, который нам дает бачи из trainDataSet, из папки train. Сразу у нашего планировщика, у нашего scheduler мы сделаем шаг, который будет говорить, что произошла одна эпоха. Если он каждые 7 эпох должен уменьшать градиентный спуск, то вот один степ для него это одна эпоха. И еще нам нужно перевести нашу модельку в фазу train, если бы это была валидация, то мы бы сказали modelEval, для чего это нужно. Даже если у нас не выполняются бэкварды, даже если мы не считаем градиенты и не изменяем веса, тем не менее в forwardPasse у нас могут изменяться параметры слоя бачнормализации. Может быть есть еще какие-то слои, которые изменяются с течением forwardPasse, и чтобы этого не происходило, в фазе валидации мы должны зафиксировать всю модельку. Вот это вещь, которую очень легко забыть, что во время валидации может изменяться ваша нейронка. Это будет не очень хорошо, если вы отдадите обученную нейронку в какой-то продакшен, и через пару месяцев она полностью изменится, потому что начала видеть какие-то другие данные, а в forward она внутри изменяла некоторые параметры от ожидания по бачу, они вполне себе могут изменяться даже в forwardPasse. Поэтому мы делаем модул train, модул eval в валидации, и далее мы итерируемся по нашему даталоадеру, то есть он нам отдает бач с инпутами, с одним тензором, один бач, один тензор, и с лейблами. И мы и инпуты, и лейблы, и тензор с изображением, и тензор с лейблами переводим на gpu. Кроме того, нам нужно обнулить градиент, каждый раз мы обнуляем градиент, чтобы он не накапливался, в PyTorch по умолчанию он накапливается. И после этого мы считаем предикшены, то есть мы инпуты передаем в модель, и считаем те выходы, которые модель отдает. Это не вероятности, опять повторяю, это некоторая активация нейронов, то есть у нас в модельке нету в конце софтмакса сейчас. Есть некоторая обертка, которая здесь присутствует, torch set grad enabled, face равняется train. Что она делает? Если у нас фаза train, то мы активируем все градиенты, точнее те градиенты, которые у нас не заморожены. Те, которые заморожены, у нас не активируются никогда, а если у нас не заморожены градиенты, то тут можно их отключать. Для чего нам нужна эта обертка? Если вы считаете лоссы каждый раз, когда вы это делаете, кроме самого значения лосса, у вас еще сохраняется вся история, как вы этот лосс получили. Как вход через все слои прошел, и по нему посчитался некоторый лосс, и вот какое-то число получилось, вот эта вся цепочка событий, она сохраняется. И если, например, мы бы эти лоссы клали в какой-нибудь лист, чтобы потом посчитать, например, средний лосс по всей эпохе, то у нас, кроме того, еще хранилось бы огромное количество информации про то, какая была история учисления этого лосса. И у нас бы очень сильно текла в этом случае память, а самое важное, что это была бы еще и видеопамять, то есть у нас довольно быстро бы закончилось место на GPU. Чтобы у нас вот эти вот истории не сохранялись, чтобы когда мы считаем лосс, у нас сохранялись только сами числа в лоссе, да, размер ошибки, для валидации мы скажем, что нам не нужны подсчеты градиента. Кроме того, они не нужны по той причине, что это дольше. То есть мы хотим сэкономить время. Итак, мы получили некоторые предикшены, мы посчитали по этим предикшенам лосс, да, нашу бинарную кросс-энтропию. Кроме того, мы хотим понять, а что же за класс предсказала наша сетка, то есть мы возьмем argmax, нейрон с максимальной активацией, и если у нас фаза трейна, то мы посчитаем градиент и сделаем шаг градиентного спуска. Кроме того, нам нужно посчитать все статистики, то есть мы эти лоссы считаем не просто для того, чтобы делать бэкварды, а еще для того, чтобы считать, насколько у нас изменяется ли лосс, уменьшается ли с течением эпох или уже вышел на плато. Нам нужны лоссы и нам нужны accuracy, потому что accuracy – это метрика нашего соревнования, и мы хотим смотреть, а как метрика, по которой будет нас оценивать в лидерборде, как она изменяется с течением эпох. Так как мы везде здесь инкрементируем лоссы и accuracy, нам в конце нужно поделить на количество бачей, то есть это лосс по бачу, и нам нужно поделить на длину именно даталоадера, потому что длина даталоадера – это количество бачей в эпохе. Все, мы эти лоссы посчитали, мы их распечатаем, давайте попробуем выполнить эту функцию. Вот здесь мы создали нейронку, определили все, что нам требуется, и запустим train-модул, и нам говорит, что вот у нас будет 9 эпох, 4 бача выполняются, прогоняются через нейросети, это 4 бача на обучении, и train-лосс вот такой, accuracy на обучении вот такой, да, то есть 1 бач всего в валидации, потому что в валидации у нас всего 8 изображений, они помещаются в 1 бач, и качество на валидации следующее. И мы можем посмотреть, а меняется ли качество с течения эпох, вот, например, 6 эпоха, и мы видим, что train-loss accuracy уже 0.93, то есть практически идеально у нас все оценивается, на валидации у нас 0.75. Ну вот к 10 эпохе у нас accuracy выходит на 0.75, ну то есть точно такой же, как на 6, и train-loss тоже повысился. В принципе, 10 эпох тут недостаточно, лучше побольше поставить. Можно посмотреть вообще, в какой момент мы выходим на плато по качеству, выходим на плато по лоссу, особенно это интересно по лоссу на валидации, потому что может так получиться, и скорее всего так получится, что в трене мы будем всегда спускаться, то есть у нас будет все лучше и лучше минимум находиться, а вот по валидации мы начнем уже, наоборот, расти по лоссу, и наше качество будет ухудшаться. Поэтому вот эти вещи лучше всегда рисовать на графике, сразу можно рисовать на графике то, как изменялось accuracy с течением обучения, и то, как изменялся лосс и на трене на валидации. И так как у нас может быть, что на валидации у нас начало качество падать, а на трене оно все растет и растет, то очень полезно рисовать вот эти графики, когда вы смотрите, как изменяется у вас accuracy на трене на валидации с течением эпох. Продолжение следует...